То Бог ель, и яко Бог наш. Субтитры подогнали Симон. 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 Дни подряд, то есть целую неделю на человеком служилась литургия, в которой он исповедовался и причащался. То есть такое усиленное моление Церкви за его душу, за исцеление от его болезни. Но сейчас, конечно, православные христианины нынешних времен, это не те православные христиане первых веков, которые были. Как говорил Игумен Никон Воробьев, нам оставлено покаяние на сотни-то эти подвиги, огромные, большие, которые несли египетские пустынники. Поэтому наша задача смеет нанести свой крест терпеливо и каяться о своих грехах, самое главное. И вот семь священников. Но по церковному уставу может быть и меньшее количество священнослужителей, потому что сейчас это довольно большая редкость. В соборах можно служить семь священников, в больших городских храмах. А, конечно, на приходах сельских маленьких может служить и два, и три священника, и четыре, и один священник. Почему один священник? Потому что священнослужитель, то есть иерей, за исключением некоторых моментов, он все равно имеет всю полноту и благодать Божьей Церкви, которая передается ему архиереем, то есть епископом. И, значит, таинство, если брать чисто внешнюю сторону таинства или освящения, оно все происходит вокруг такой, знаете, сосуда с пшеницей. Пшеница, да, что такое символ жизни, да, и даже символ воскресения Христова. Часто святые отцы использовали пшеницу как символ воскресения Христова. Почему? Качественно новое перерождение, да, пшеница, маленький комочек, непонятный твердый маленький комочек, становится вдруг растением, цветком, злаком и так дальше, и так дальше. Символ воскресения. Как бы падше в землю умирает пшеница и воскресает уже ростком. То есть это символ такой воскресения. Часто использовали святые отцы этот символ. И вот дальше помазываются люди в этот сосуд, ставятся семь свечей, зажигается и ставится сосуд с елеем. Елей, то есть в нашем понимании елей это, почему елей, ну, как грубо говоря, масло, да. Желательно по уставу положено оливковое именно масло. То есть, ну, как бы, много сейчас используют просто рафинированное подсолнечное масло, за неимением оливкового масла. Точно так же, когда Христа мы должны у входа Господня Иерусалима встречать с пальмами, ветвями, но за неимением пальм мы встречаем с вербой, да, скажем так. И вот это масло, почему масло? Потому что на греческом языке елей, масло означает елей, да, на греческом языке. И это, елей, также означает елеос по-гречески много милости, милость Божья. То есть, этот елей, это символ милости Божьей, символ того, что благодать Святого Духа, благодатные дары Святого Духа, они проистекают на человека, и они дают ему какую-то благодатные дары. То есть, Святой Дух обильно изливает свои дары на этого человека. В елей добавляют также капельку вина. Почему вина? Потому что благодать Божья растворена кровью Христовой, да, она растворена страданиями Христа и спасением человечества им, Господом и Богом, и спасением нашим Иисусом Христом. Дай Боже нам сили на молитву, якою всяка душа живется и чистотою возвышается. Слава Богу за все! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова